Здравствуйте! После того, как я окончил службу в армии, я начал искать дом в Кимчане И нужно было положить залог в 200 долларов Но хозяин этого дома много играл в азартные игры У него были большие долги Он заложил дом в банк и взял большой кредит Получается, он положил дом и получил деньги Затем он сбежал Поэтому сотрудники банка хотели забрать дом Однажды я был дома И пришел начальник банка Кунг Мин в городе Кимчан И он спросил Господин Пак, вы знаете про этот дом? Я сказал, простите, я много не знаю И он говорит, этот дом предложит теперь банку Хозяин этого дома заложил этот дом в банк и взял большие деньги, но не вернул деньги Поэтому хотят сдать на аукцион этот дом Но мы же не можем сдать на аукцион, когда вы здесь живете Поэтому мы вам дадим срок, а вы освободите дом, пожалуйста Однако на тот момент у нас не было денег, чтобы найти новый дом Но за что я был благодарен Богу? Когда я жил в Акуптон Потом, когда я служил в армии Когда я служил в городе Кимчан Или в городе Тэгу Бог дал много времени молиться перед ним Когда в Тэгу мы начинали миссионскую школу, у нас были большие сложности После воскресного служения все возвращались домой Но мне не хотелось возвращаться домой Потому что дома не было пищи, не было денег, не было угля И мне было очень стильно перед моей супругой и перед дочерью Энцуи Мне казалось, что я плохой муж Поэтому я оставался в зале, я не шел домой Я закрывался изнутри, выключал свет и начинал молиться Конечно, можно молиться 10-20 минут Но я не видел шанса, что нам станет лучше в будущем Я думал, сколько мы сможем так прожить И с этим вопросом я начал молиться перед Богом Когда я помолюсь час, два часа И знаете, когда я находился молиться два часа, вдруг происходили перемены в моем сердце После того, как я рассказал все мои проблемы перед Богом Я находился на втором этаже здания, на холодном полу Но когда я выделил всю свою душу перед Богом, мне казалось, что я беседусь с Господом И когда я подумал, что я беседусь с Богом Тогда то, что у меня нет денег, это не проблема То, что нет угля, тоже не проблема И то, что не было риса, было не проблемой Я говорил, Бог В Тихом океане есть столько островов Скажи, какие люди живут на этих островах? Чем они питаются? Во что они одеваются? Господь, кто будет передавать Евангелие этим людям? Бог помилует, чтобы мы могли отправить миссионеров эти острова На тот момент казалось, что это невозможно На следующий день я начинаю снова молиться Бог, дай мне пищу Нам нужны деньги Я всегда так начал молиться Но чем углублялся молитву, я же беседусь с Богом И когда я это понимал тогда, пища или деньги, это была не проблема Я говорил, Бог, пожалуйста, позволишь нам отправить миссионера в Африку Позволь передавать Евангелие, честили радиокомпанию по всему миру Позволь издать книгу и передавать Евангелие Вот так я молился перед Богом Я стал двумя разными людьми В нем мой вид был самым слабым и немощным человеком А вечером, пока я молюсь перед Богом, мое сердце наполнялось Богом Мы в Тегу начали миссионерскую школу У нас было где-то 20 братьев и сестер И мы проводили собрание в двухэтажном молитвенном доме И однажды мы решили начать миссионерскую школу Я собрал братьев и сестер и сказал, что мы начнем миссионерскую школу Братья и сестры удивились И спросили, что такое миссионерская школа? Если нам нужно воспитывать проповедников Мы должны отправить миссионеров по всему миру Они спросили, а где эта будет школа? Я сказал, вот в зале Они где будут спать? Вот здесь, в зале А где они будут действовать? Вот здесь, в зале А чем они будут питаться? Едой Братья и сестры были в изумлении Когда мы начинали миссионерскую школу Поступили три брата и две сестры И нас было пять человек Но, знаете, пока я смотрел на Господа, у меня была надежда И мы начали отправлять миссионеров за границу В марте 89-го года Президент НТУ объявил приятную весть для всех нас Он сказал, что людям, которые старше 45 лет, будут выдаваться за границу До этого могли получить за границу паспорта только дипломаты и директора больших компаний В 89-м году мы получили супругу за границу паспорта и обратились в посольство США И мы сказали, что хотим получить визу в Америку Они спросили, а вы супруги? Я сказал, да Она спросила, вы вместе поезди? Я говорю, конечно И тогда за минуту нам дали визу Итак, в марте мы поехали в Лос-Анджелес Мы провели библийский семинар А осенью того года мы поехали в Берлин и провели библийский семинар Это было в 1989 году И с 1990 года На тот момент в Корее у нас было 20-30 маленьких церквей Но мы начали отправлять миссионеров В 21-м году вышел журнал нашей миссии И я посмотрел, сколько наших миссионеров И почти в 800 местах есть наши миссионеры И в Корее где-то 200 церквей Здесь 8000 церквей у нас И наша миссия стала самой большой миссией в мире Не только масштабом, но во всем Бог помогает нам Кто скажет, смотря на пастора Оксу Пак Все будут смотреть, что это просто маленький пожилой человек Я обычный Оксу Пак Но то, что я не могу отрицать Это то, что Бог живет во мне и действует Сейчас уже 80-й набор миссионерской школы обучается здесь Если в среднем в один набор поступали 15 человек Тогда 1200 человек обучались в нашей миссионерской школе Конечно, не все выпускники этой школы сейчас служат Богу Но процент служителей, которые начали служить Богу после того, как охочили эту школу, самый высокий Конечно, не все выпускники стали служителями Есть те, которые ушли из церкви, проявятся церкви Но Господь Бог удивительным образом действует через нас И когда мы видели, как Бог действует, это было удивительно Пришел начальник банка к нам И хотел получить какой-то конкретный ответ от меня В тот день я взял сумку и ехал в город Тегу, чтобы участвовать на семинарии Но директор банка пришел ко мне и сказал Вы куда? А я сказал, простите, мне нечего вам ответить И я сказал, что мне сейчас нужно ехать в другой город Он говорит, езжайте И я пошел А он шел за мной Я купил билет на автобус в Тегу И он купил билет в Тегу Мы вместе с ним сели в автобус И пока мы ехали, я общался с ним Он директор банка И я не мог относиться к нему с хамством Я решил выразить свою душу Я сказал, простите за то, что я беспокою вас Я знаю, что я должен освободить дом для вас Да, мы не получили залог, но не из-за этого я не ухожу Мы обязательно уйдем И в тот момент я начал думать А ты сказал ему, что ты веришь в Иисуса? Я был очень глупым человеком Поэтому я подумал, если не будет выхода, я буду нагло себя вести И поэтому я говорил, что я верю в Иисуса Но первое, что сказал Господь мне Это было то, что кто может решить эту проблему? Ты можешь решить эту проблему? Нет, я не могу, Господи Тогда кто может? Господь, ты должен Тогда ты говорил про меня? Нет, я не говорил И впервые я сказал, что я верю в Иисуса Я сказал, простите, директор Мне нужно арендовать дом, но у меня нет денег И я доложил эту ситуацию моему хозяину Но хозяин пока ничего мне не говорит Поэтому, пожалуйста, подождите Тогда он удивился И спросил, у вас что, есть хозяин? Я сказал, да А кто ваш хозяин? Иисус Тогда он хотел выйти с автобуса Он вышел на остановке Он сказал мне Я не верю в Иисуса, но Вы помолитесь Ему И как можно скорее, пожалуйста, решить эту проблему И с того момента он больше не приходил ко мне Знаете, у нас в комнате была кладовка И она была невысокая, поэтому я должен был наклоняться, чтобы пойти в него Я шел туда, чтобы рано утром молиться Рано утром я час-два часа молился перед Богом Я говорил, Бог, летом будут много мероприятий И до лета нужно переехать, пожалуйста, ты решишь вопрос дома Тогда Бог мне дал следующую душу А ты не сиди здесь, попробуй найти дом И тогда послезавтра я вышел на улицу искать дом И рядом с нашим домом У большой дороги есть двухэтажный дом И там было написано, что сдается второй этаж Я спросил, сколько стоит, сказали салог, 200 долларов Но на тот момент у меня даже не было 10 долларов И поэтому я просто посмотрел и ушел Прошло где-то 2-3 месяца Мне казалось, Бог, ну решишь эту проблему дома И поэтому я начал снова молиться Но мне казалось, Бог спрашивает, как тебе прошлый дом? Я думал, дом хороший, но, наверное, его уже сняли После завтрака я пошел и увидел, что там висит объявление И у меня появилась вера, что этот дом даст Бог мне Но на тот момент у меня не было денег Но я постучался Там были только дети Я спросил, где взрослые Они сказали, их нет дома И я сказал, передайте, что вечером я приду по поводу второго этажа И вечером я пришел к ним снова Хозяин дома был мужчина невысокого роста Я поздоровался с ним И мы начали беседовать Я сказал, я человек Божий Я пришел в Ким Чон, но я потерпел тут трудности Мы дали 200 долларов и арендовали дом Но хозяин заложил дом в банк И убежал с деньгами И теперь этот дом принадлежит банку И я молился перед Богом И у меня появилась вера, что Бог даст этот дом нам Вы, конечно, простите, но у меня нет денег Но я буду благодарен, если вы дадите нам этот дом Хозяин безмолвно сидел Он закрыл глаза И где-то пять минут он не открывал глаза И потом он открыл глаза и сказал Открыл уста и сказал следующее Я пресвектор церкви Читя в центре города И Господь у центральной дороги дал мне хороший дом Когда человек Божий просит арендовать, как я могу мешать ему Пожалуйста, используйте Уезжайте В тот момент дочь хозяина Она играла христианский гимн на фортепиано И мне казалось, что я нахожусь в раю Мы о многом говорили Потом я выходил И хозяин сказал мне А вы хотите прийти с пустыми руками или же возьмете всю эту некоторую сумму денег? Я сам не заметил и сказал Я принесу 80 долларов Но 80 долларов Это ведь такие большие деньги были для меня Я закрыл руками уста Но хозяин сказал Хорошо Он сказал Достаточно будет 80 долларов От 200 долларов я сделал скидку и получил 80 долларов Хозяин внимательно сидел за нашей жизнью Он удивлялся, видя, как мы управляем только на Бога и очень хорошо относился к нам Однажды я его пригласил к нам в молитвенный дом И мы с ним беседовали И потом он скачался Я участвовал на похоронах в городе Куми Я не могу его забыть Он был подобен мне старшему брату Важно освободиться от своих мыслей и войти в мир Господа Бога Когда мы учитываем не только нашу силу, но и силу Господа Бога Тогда уже расчет будет совсем иный После миссинской школы, когда я служил в деревне Акукдон или в Чанпали Не было человека, который бы помогали мне Я упомянул только на Господа Бога И это было удивительно видеть, как Господь Бог помогает мне Я вспоминаю те времена Когда я открываю глаза и смотрю по сторонам От одного до десяти было только отчаяние Когда я выходил из дома того пресс-фиктора Я думал, среди я сказал 80 долларов Где я возьму эти деньги? Ну что удивительно Я пришел к директору банка, а он мне дал 10 долларов И сказал, господин, так, простите, что я препятствую вашему пути Но дела банка такие Пожалуйста, простите Вот это небольшой подарок от меня, пожалуйста, примите И он мне дал 10 долларов Потом я пришел домой И одна женщина пришла к нам А я смотрю, это хозяйка того дома, который мы хотели ранее арендовать Но в доме были некоторые проблемы И поэтому мы расторгли договор И мы не смогли обратно получить 50 долларов от него Где-то два-три раза я ходил к ней Но она сказала, простите, но у нас ничего нет Если хотите, можете забрать шкаф Или заберите печку Я подумал, что я ничего от нее не смог получить обратно И поэтому сказал, ладно Если я заберу у нее деньги, тогда мне казалось, что я состараюсь И поэтому я забыл о ней Но удивительно Я был ей так благодарен Потому что она принесла 40 долларов Она пришла с кучей монет И сказала, оставшись, я вам верну потом У меня очень много долгов Поэтому взаимодатели всегда собираются у нас Если я вернусь с деньгами домой, я не знаю, кто заберет Как минимум я думал, что вам нужно вернуть деньги И так она дала 40 долларов Я чувствовал, что Бог помогает У меня был один знакомый Он позвонил мне И говорит, я слышал, что у тебя есть трудности Прости, что я не могу тебе помочь Я сейчас начал бизнес, поэтому мне нужны деньги Но у меня есть 20 долларов свободных Возьми, пожалуйста, и используй Когда будет возможность, ты возвратите эти деньги Но если не сможешь, то ладно Поэтому я вот даю тебе Я был очень благодарен, что они помогают мне И так я получил еще 20 долларов Через полгода я смог ему вернуть эти деньги Мы собрали 70 долларов Я сказал, братьям и сестрам прийти все, что есть дома И собрали 8 долларов и 60 центов И деньги еще добавили И мы собрали 80 долларов Я не мог забыть тот день Когда мы переезжали Я попросил братья помочь с переездом А сам пошел передавать Евангелие И полдень я передавал слово И дьякон Когда я собрался уходить Дьякон сказал, сейчас идет дождь Но в нашем доме, к сожалению, нет зонтика Может, вы подождете и потом пойдете домой Но в тот день мне хотелось пойти под дождем Я сказал, все хорошо Но там же дождь Я спрятал Библию Внутрь одежды И под дождем Я шел и пришел домой И все вещи были уже переведены Я говорил с Господом Господи Когда Иисус передавал Евангелие в Иерусалиме Ему негде было спать И ты шел на гору Когда шел дождь, как сегодня Где ты прятался от дождя? Где ты укрывался, когда шел дождь? Когда ты шел на земле, у тебя даже не было комнаты А кто я такой, что ты позволил мне дом? Я со слезами в тот день вернулся домой Я был благодарен перед Господа Знаете, у нас есть деньги, поэтому мы можем оплатить Когда я переехал в Сио, мы поселились в квартиру Ричио И мне очень понравилась квартира Там было 4 маленьких комнат Я думал, Господи, если бы эта квартира у меня была в Иерусалиме Как было бы хорошо, если бы я дал его тебе? Иисус передавал Евангелие В трех комнатах по четыре ученика они будут жить А в одной комнате будет жить Иисус Утром он станет, примет душ И пойдет дальше проповед Как было бы хорошо? Но Господи, когда ты спал на горе и шел дождь, где ты прятался от дождя? Но кто я такой, Господи, что ты даешь мне целый дом? Знаете, я глупый человек И до сих пор я следовал за своим способом И когда у меня своими методами получалось Я не тот человек, который имеет веру Но конечно, я же не могу воровать И я же не могу оставить служение И Господь Бог учил меня смотреть на небо И когда я смотрел на Господа У меня появлялась вера, что Бог будет действовать Когда я читал Библию Иисус это тот, в которого невозможно не поверить И удивительно, когда я верю в Него, Он действует То, что мы начинаем теологическую школу в США На самом деле это была большая трудность Но по милости Господа мы смогли начать теологическую школу И когда мы открыли, мы сделали небольшой набор студентов Официально эта школа начнет работу с февраля этого года А когда мы открыли, мы собрали небольшую группу людей Но почти 1200 человек, 1100 с чем-то человек Они поступили И они своим сердцем сейчас учатся В феврале мы хотим набрать где-то 10 000 студентов И сейчас около 500 000 служителей работают с нами по всему миру И все они хотят получить наше образование Мы хотим через эту школу всем людям объяснить подробно о Евангелии И мы хотим передать не какое-то учение, а веру в Слово Есть много разных факультетов Но мы хотим независимо от факультетов научить людей верить в Бога И чтобы и братья и сестры могли идти за этим Мы считаем, что мы нуждаемся в молитве И мы хотим проводить молитвенное собрание Но поскольку мы не можем собираться лично И в 2021 году мы хотим через программу ЗУМ проводить молитвенное собрание Конечно, разом за час, два часа молиться это сложно Хотя все мы заняты Но 10 минут помолимся Где-то 20 минут помолимся Где-то 30 минут помолимся И пока мы будем молиться Будет появляться желание молиться И будет появляться вера, что Бог услышит нашу молитву Сразу начать молиться час-два часа сложно Но если где-то час каждый день вы будете молиться перед Богом Если вы час будете вместе с Господом Богом общаться Тогда вера в Господа будет расти в вас И у вас сформируется вера, что если такой Господь будет с вами, тогда нигде вы не будете терпеть трудности Если вы будете молиться два часа в день Тогда во всех вопросах мы будем соединены с Богом И мы сможем принять сердце Господа И сердце, которое Бог дает во время молитвы Это будет сердце, которое отвечает от моего сердца И пока я беседу с Господом Богом, делюсь своей душою Наше сердце будет становиться единым И у нас сформируется вера, что Бог будет действовать в наших делах Что Он будет действовать в нашей жизни Если без подобного процесса станут проповедниками Тогда служители, они используют человеческий способ, потом у них не получается И потом они оставляют церковь и убегают Чем мы больше будем общаться с Господом Богом Чем мы больше с Ним встречаться Мы можем говорить все, что мы хотим Ему И трудности, и радости, и сложности Можем говорить, что мы не можем больше так жить Можем говорить, что мы хотим умереть Когда вы будете все рассказывать Ему Когда мы все расскажем, что на душе Богу В следующий раз, когда мы будем молиться, мы будем чувствовать Его сердце И когда наше сердце будет единым с сердцем Бога Раньше мы жили в своем пределе Мы раньше старались работать в пределе своей силы Но знаете постепенно, как мы будем меняться? Хотя у меня нет Но сила Господа придет ко мне И сила Господа придет ко мне Сила Бога, когда придет ко мне Тогда мы поймем, что это радует Бога А, Бог хочет действовать через меня Если я начну Хотя у меня ничего нет Но Бог все совершит В 2020 году Таким образом, Бог помиловал И все телеради-компании трассировали наше слово Я был очень благодарен перед Богом И в Евангии от Иоанна 6 главе Иисус думал о Филиппе Среди учеников Иисуса был Андрей Андрей изначально был учеником Иоанна Крестителя Но Иоанн Крестителя сказал Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира И Андрей стал учеником Иисуса Андрей передавал слово Филиппу Нафанаилу передавал слово И они пришли к Иисусу Андрей рассказал об Иисусе Петру И Петр пошел за Иисусом И так они начали расти Но что мы можем увидеть в 6 главе Евангелия от Иоанна Мы можем увидеть разницу в мысли Андрея и Филиппа Что написано в Евангелии от Иоанна 6 главе? В 5 стихе написано Иисус, возведя очи, увидел, что множество народа идут к Нему и говорит Филиппу, где нам купить хлебом, чтобы их накормить? Иисус задал этот вопрос Но в 6 стихе написано Почему он спросил? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать Иисус не спросил у Андрея А спросил у Филиппа Почему? Господь хотел что-то сказать Филиппу А что именно? Хотя Филипп следовал за Иисуса Но он находился в своих мыслях И это не нравилось Иисусу Для того, чтобы Филипп мог заниматься большими делами Он не должен надеяться на свои силы Он не должен надеяться на свои деньги Он не должен уповать на свою мудрость Он не должен уповать на свою любовь Потому что с ним он не сможет заниматься делами Евангелия Не своей силой А он нуждался в силе, которая приходит от Иисуса Есть Андрей и есть Филипп Как же поступает Андрей? О, я некрасивый Я не мощный У меня не получится Я не должен уповать на свои мысли Я должен делать сердцем Иисуса И поэтому, когда Андрей занимается каким-то делом Поскольку он не может заниматься своими делами Потому что он не верит в себя Он приводил Иисуса И силой Иисуса Мудрость Иисуса Вера Иисуса хотел заниматься этими делами Но Филипп же отличался от него Он хотел своим расчетами сниматься делами Иисуса Что значит, испытывая его? Иисус хотел сказать, Филипп, так не получится Нужно использовать мой способ Смотри на Андрея Андрей понимает мой способ Поэтому я могу у него действовать Твоим способом не получится Именно поэтому Иисус спрашивает у Филиппа Мы сейчас в пустыне И где накормить нам пять тысяч человек? Как? У Филиппа нет решения Даже 200 динария не хватит, чтобы накормить понемногу Но знаете, нет денег И даже если бы были деньги Невозможно нигде купить Это всего лишь теория Но на практике это невозможно Таким образом невозможно накормить Но Филипп стоит на том, где нет решения Насколько у Андрея нет своего способа Иисус имеет силы и он прекрасный И поэтому Андрей хотел оставить свой способ и притягивать Иисуса, чтобы Иисус действовал А Филипп же, он даже не рассчитывает способ Иисуса Он говорит только теорию Даже на 200 динария не хватит, чтобы накормить понемногу Но нет денег Если посмотреть Нужно столько сил Иисуса решить эту проблему Но Филипп не имея способа, не имея решения Он даже если накормить понемногу Хлебов на 200 динария не хватит Но результат-то какой тогда? Это же всего лишь теория Нет способа И сегодня многие церкви учат таким образом У них есть теория, но нет решения Есть теория, но не имеют решения Нет решения жизни духовной Когда мы входим в веру в Иисуса Значит, что происходит? У нас проявляется сила Иисус проявляет свою силу Иисус ничего не сказал, но Андрей пришел С пятью хлебами и двумя рыбками И говорит, здесь есть один ребенок У которого пять хлебов и две рыбки Но что для этого множества народа? Филипп думает О, Иисус, как можно было такого человека взять в ученики? Зачем он принес обед маленького мачка? Что он хочет с ними сделать? В глазах Филиппа это невозможно Ну, у Андрея была вера в Господа Хотя это пять хлебов и две рыбки Но всему этому народу Что это может быть? Почему он так говорит? Это значит, что если Господь не может действовать Это получится Вот что это значит Дорогие слушатели, вера не требует от вас усилий Не нужно вам что-то делать хорошо Надо притянуть то, что принадлежит Господу к себе Что такое спасение? Мы грешники У нас нет праведности Но принимать праведность Иисуса как свою праведность Вот что такое спасение Я грязный грешник, у меня нет праведности Но когда я принимаю праведность Иисуса Тогда праведность Иисуса становится моей праведностью Когда святость Иисуса входит в меня Тогда я становлюсь свят И когда сила Иисуса входит ко мне Оно становится моей силой Когда мы верим в Господа Внутри нас проявляется сила Господа Мудрость Господа будет моей мудростью Любовь Его будет моей любовью Его сила будет моей силой Я грешник. Но когда приходит праведность Господа ко мне, я становлюсь праведным, хотя у меня нет мудрости. Но когда я принимаю мудрость Господа, я становлюсь мудрым человеком, хотя у меня нет силы. Но когда я принимаю силу Бога, сила Бога начинает действовать во мне. В 2020 году миллиард человек могли слушать слово через телерадиотрансляцию. Я не мог поверить в это. Какая телерадиокомпания? И проповеди ведь не короткие. Они длятся по 90 минут. И на протяжении 11 раз. Кто может согласиться? 276 телерадиокомпаний. Транслировали наше слово. Одно телевидение, оно перестало транслировать. Но тогда слушатели начали жаловаться. Они начали требовать трансляцию. И тогда они начали дальше транслировать. Потом, осенью прошлого года, 655 телерадиокомпаний трансфировали наше слово. Когда телестанция CTN начала транслировать мое слово, у меня было интервью с телеканалом CTN, и я сказал, что я благодарен им за то, что позволили мне передать слово по книге Евангелия Тиона. И это было перед Рождеством. Я сказал, что я не могу ничем помочь вам. Но концерт хора Грачас очень красивый. И поэтому я сказал, что я позволю вам показывать концерт хора Грачас. И телеканал CTN знали о хоре Грачас. На следующий день они отправили нам программы. Вот столько, да, тех. Очень много попросили. И где-то 380 телерадиокомпаний в США решили транслировать выступление хора Грачас. А позавчера мне сказали, что уже 800 телерадиокомпаний транслируют выступление хора Грачас, и там передается также мое слово. Когда братья в Африке об этом услышали, они обратились к телевидению с этим концертом. и сказали, мы это вам предоставим. Тогда они засмеялись и сказали, зачем? Но когда послушали, они все были изумлены. Сначала сказали, что не покажут, а потом попросили 2-3 раза транслировать. Они говорят, простите, мы не сказали, но мы транслировали 3 раза. Ничего. Итак, братья сказали им, директор хора Грачас разработал метод вокала и сказали, прежний метод вокала оставьте. С трудом же они научились, а тут надо менять способ вокала. Так сложно было им. Но когда они переучились, недавно, месяц назад записали концерт рождественский, и спустя месяц я брал интервью у Ли Су Йон. И я наговорил, что они стали петь лучше, чем месяц назад. И в выступлении хора Грачас есть наше слово. И подобное дело происходит, когда мы входим в Бога, через силу Бога. Когда мы читаем Библию только в своих рамках, хоть тысячу лет читай, ты не станешь праведником. Но когда мы освобождаемся от наших рамок и следуем за словом, тогда месяц прочитай внимательно Библию, и ты станешь праведником. Аминь? Совершенно верно. Когда мы получили прощение грехов, мы получаем спасение не своим стандартом, а по слову Иисуса. Андрей подумал, в Кане Галилейском во время Благодарственного пира не хватало вина, но пришел Иисус и сказал служителям набрать воды. Они набрали воды. Это 100% вода. Они только что набрали из колодца. Но Иисус сказал, отнесите распорядителю пира. Служители не могли понять. Ему же нужно вино нести, а я тут сейчас воду понесу. Вдруг меня наругают, что со мной тогда будет? Но мне кажется, наверное, это были родственники матери Иисуса, Марии. И Мария сказал, что он скажет, то сделайте. И служители просто почерпнули воды и отнесли. Когда они относили вино, по их мыслям, так нельзя делать. Это ведь вода, поэтому нельзя относить. но оставив мысли. Хотя мне кажется, что это вода, поэтому нельзя относить. Но Иисус говорит, отнесите. И когда оставили свои мысли, отнеси, тогда увидели деяние. И Андрей тоже видел это чудо. Он совершил чудо. Разве он не сможет накормить 5000 человек? Если Иисус будет, то пять хлебов, это не просто пять хлебов. Если Иисус будет рядом, Самуэл, он не просто Самуэл. Аминь. Если Иисус с нами, то у супак больше не у супак. Это касается всех вас. Филипп, он Филипп. И Андрей был Андреем. Но в чем же разница между ними? Филипп жил только в своих рамках. А Андрей вошел в сферу Иисуса. Дорогие слушатели, мы долгое время верим в Иисуса. Многое знаем в теории. Наше сердце нужно войти в сердце Иисуса. И мы не дожили сердцем Иисуса. Жили со своим сердцем. Поэтому было тяжело и трудно. Я узнал, что нельзя следовать за своими мыслями, и, надеясь на Бога, делал маленькие шаги. И я видел, как Господь совершает удивительные дела. Аминь. Скажите «Аминь». Скажите «Аминь». Да, Аминь. Выйдя за свои рамки, получая руководство от Иисуса, наше сердце должно войти в сферу Иисуса. У меня нет силы. Но у Иисуса есть сила. Я немощный. Но если Иисус будет, тогда через Иисуса я старался стать праведным, поэтому всячески боролся со грехом. Но когда я эту челюсть Иисуса, я стал белее снега. В глазах Бога я стал праведным. Вот что быть с Иисусом. Как мы получаем святость? Неважно, кем вы являетесь. Оставьте все ваши мысли. И как Андрей? Возьмите пять хлебов и две рыбки. Что это для пяти тысячи? Филипп смеется. Иисус, тебе надо было взять немножко умных учеников. Зачем он принес пять хлебов? Люди коснутся, а его все исчезнет. Он глупый. Иисус, надо было взять умных людей. Но Иисус же переживал за Филиппа. Он испытывал его. Что же он в это расскажет? Даже на 200 динариев не хватит хлеба. Разве Иисус об этом хотел спросить? Разве он такой ответ хотел? Он хотел, чтобы я сказал, нет. Иисус, ты должен действовать. Мы ведь поэтому верим в тебя. Мы ведь поэтому следуем за тобою. Мы хотим научиться. Мы хотим испытать тебя. Мы хотим увидеть, как тобой все решится. Мы учимся у тебя. Если я буду через Иисуса идти, я смогу накормить пять тысяч человек. Я смогу исцелить хромого. Через меня явится сила Бога. И мертвый сможет ожить. Вот такая сила. Иисус хочет проявить такую силу через нас. Дорогие слушатели, Иисус дал каждому из вас бейджик. И знаете, что там написано? Там написано «Иисус Христос». «Все делай во имя Мое». Иисус дал свое имя. Он дал свою подпись. Этим получится. Верно? Если я ему, Самуилу, дам свой счет из банка и печать свою. Во имя Самуила, конечно, он не возьмет деньги. А если от имени Усупак он поставит печать, тогда он может использовать деньги. Также Иисус нам все дал. Он дал свою силу, свою праведность. У меня нет праведности, поэтому я грешник. Но если я принимаю праведность Иисуса, я становлюсь праведником. У меня нет мудрости. Но если я принимаю мудрость Иисуса, я становлюсь мудрым. «У меня нет хлеба». Но если Иисус действует, тогда появляется хлеб. Любимые братья и сестры, давайте перестанем жить собою. Давайте будем жить Иисусом Христом, веруя в Иисуса, веруя, что Он будет действовать. И мы хотим в этом году много молиться. В 2021 году мы через Зум будем молиться с братьями и сестрами. И уже с позавчерашнего дня мы начали общаться и молиться с послослужителями. Попробуйте молиться час-два часа. И когда ваше сердце станет единым с сердцем Иисуса, тогда через молитву сердца Иисуса войдет к вам. У вас появится вера в Бога. Сначала не получится молиться два часа. Да, помолитесь пять минут, и вам будет концентриться, что вы молились два часа. Но вы еще молитесь, тогда будет десять минут, потом двадцать минут. И постепенно, если вы будете так развиваться, и вы сможете молиться два часа. Ведь часто мы впустую проводим два часа времени. Но если два часа вы будете общаться с Иисусом, вы будете подобны Иисусу. Вы будете мудрыми. Если вы будете как Он, у вас будет вера, что Он будет помогать вам. Когда я шел искать дом, у меня не было денег. Но я сказал, я человек Божий. Дайте, пожалуйста, этот дом. И там был большой офис. И нам дали. Нам дали. Бог действовал. И сегодня утром Бог хочет действовать и у вас. Не нужно просто думать своими мыслями. Вы молитесь. Когда я служил в армии, каждое утро, с четырех до шести я мог молиться. Нас было сорок солдат, и нас разделили по две комнаты. И каждый день по четыре человека должны стоять на сторожи. Первый служит от десяти до двенадцати часов ночи. Второй с двенадцати до двух. Третий с двух до четырех. И четвертый с четырех до шести. Я сказал своим товарищам, давайте я каждый день буду стоять. Дайте мне только последнее время. Хорошо, пожалуйста. Четыре часа. Мне говорили, Уксу, давай, меняемся. Спасибо, все, ложись спать. И в это время я читал Библию и молился два часа перед Богом. И когда я стал старшим солдатом, я веду ребят на собрание и передаю слово час. Потом некоторые солдаты говорят, давайте мы лучше будем вести ребят. пока я там нахожусь, они же не могут себя вести как старший, поэтому хотят, чтобы я ушел. Но я сказал, главное, чтобы не было проблем. И я все вопросы давал им. Потом час еду в бункер и молюсь перед Богом. И каждый раз, когда я встречал Иисуса, у меня появлялось сердце, которого у меня ранее не было. Когда я читал Библию, у меня появлялось сердце, которого раньше у меня не было. И однажды я начал говорить, что я праведник. Раньше я даже посметь не мог подумать об этом. Я даже боялся говорить. Но теперь я могу сказать, что я свят, что я праведник. И верою могу идти вперед. Прошло уже много времени. В 2021 году. Давайте все мы будем жить верою. Не нужно считать, как Филипп. Если Иисус... Как Он будет действовать? Иисус, я верю в Тебя. Ты реши эту проблему. Если Господь будет действовать, во время молитвы мы получим новую силу. И вы станете удивительными служителями Бога. И вы сможете получить благословение, чем любой из всех живущих на земле. С тобой. Иисус... Тебе. uju. На studies. 种 protein. Например, гр藏 comun.